Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Если вы оказались на моем канале не в первый раз, то вы знаете, что я люблю покупать всякие интересные вещицы у китайцев. Сайта Алиэкспресс, сайта ebay. И в этот раз тоже хочу поделиться с вами своими находками. Давайте поговорим о каких-то вещицах для дома, для декора, для хранения. Давайте с хранения и начнем. И первое, что я вам покажу, это будет вот такой вот акриловый контейнер. Он предназначен, как вы видите, для хранения ватных дисков. Очень удобная вещь. У нее есть крышечка. Я уже активно пользуюсь. И в принципе, вы можете доставать ватные диски вот таким вот образом. То есть здесь прорезь по всей длине. Стоит такая вещица в районе 3-4 долларов. Очень удобная вещь. И на косметическом столике будет аккуратно и симпатично выглядеть. Еще одна акриловая подставка уже для хранения помад. Как видите, у меня она полностью заполнена. И я себе заказала уже вторую, потому что не все помады помещаются. Очень удобная также вещь. Она, как видите, многоярусная. Можно выставить все помады. Это и практичная, и аккуратная, и в то же время красиво смотрится на вашем туалетном столике. Пока это все, что у меня есть из таких акриловых контейнеров для хранения косметики. На самом деле, я хочу еще кое-что заказать, потому что это выглядит очень невесомо. Не загромождается какими-то там ящичками, полочками. И в то же время красиво и удобно. Теперь давайте поговорим о каких-то вещицах для декора вашей квартиры. Первое, что хочу показать, это букет вот таких вот искусственных цветов. Это у нас пионы, какие-то зеленые листочки, другие цветы. И выглядит это очень реалистично, на самом деле. Не знаю, вот как на видео передаться, но во всяком случае, если вы поставите это в вазу, у себя будет смотреться не просто какие-то некрасивые, искусственные, дешевые цветы, а даже не с первого раза ваши гости заметят, что у вас здесь искусственный букет. Я его активно использую для того, чтобы делать какие-то красивые фотографии также в Инстаграм. Еще один букетик я заказала вот такой вот, он уже маленький, стоящий из розочек. Тоже он симпатично смотрится, но если будете ставить его в вазочку, то лучше какую-то подобрать более короткую вазу, чтобы не было видно стебля, естественно. Ну и также классно использовать для каких-то красивых фотографий. У продавца есть выбор различных расцветок, но мне больше нравится в светлых тонах, потому что они, в принципе, подойдут под любой интерьер. Также интересной находкой для декора были вот такие вот маленькие деревянные буковки. Мы их заказывали для декора на свадьбу, но, в принципе, вы можете собрать и свое имя, и имя своего ребенка, или просто какую-то интересную надпись в стиле home, love и так далее, и просто приклеить на стену или же задекорировать, поставить на какую-то полочку. В общем, можно кучу всяких вариаций выбрать, и одна буковка стоит в районе 30 рублей, поэтому можно легко собрать какую-нибудь классную фразу и таким образом что-то задекорировать в своем доме. Еще такой вот классной находочкой были вот такие шкатулки. Они у меня разноцветные, сейчас покажу поближе. Как вы заметили, это выглядит как пирожное макарон, и это такая шкатулочка. Она пластиковая, открывается. Конечно, она очень маленькая, но хранить какие-то маленькие сережки, гвоздики или кольца, это и удобно. И в то же время, если вот такая вот милая пироженка будет красоваться где-то на туалетном столике, будет интересно смотреться, и они продаются по 6 штук сразу, и каждая из них где-то выходит рублей 40-50, поэтому тоже достаточно бюджетная, интересно, красиво и необычно смотрится. И следующая категория уже будет какие-то вещи для кухни. Первое, что хотела показать, это вот такая вот интересная баночка Mason Jar. Какое-то время они были мега популярны и на YouTube, и в Instagram, и, в принципе, у нас в городе было сложно найти вот эту вот банку с ручкой. Тем более, здесь вот такая специальная крышечка сделана, отверстие для трубочки, и трубочка тоже продавалась в комплекте. Конечно, это не оригинальный Mason Jar, но, в принципе, по внешнему виду он не отличается. Здесь просто написано Bonjour. Таких баночек я заказала две, и они мне вышли где-то в районе 450 рублей каждая. Конечно, это дороговато, но с теми ценами, которые были, допустим, на eBay на оригинальные Mason Jar, они выходили, по-моему, где-то полторы тысячи рублей, мне показалось, что это совсем какая-то необоснованная цена для такой банки. Да, это прикольно, это классно, но не за такие деньги. И поэтому заказала вот такие баночки, и все бы ничего, если бы я чуть позже не нашла у нас в магазине абсолютно такие же банки. Банки внешним видом похожие, ну, может быть, она совсем малость, чуть-чуть меньше, единственное, они отличаются крышками. Вот, посмотрите, то есть у той банки, которую я нашла в нашем магазине, у нас в городе вот такие вот отверстия, и, в принципе, если вдруг нечаянно ее прокинуть, то жидкость может пролиться. Здесь же она не проливается за счет этой крышечки. Но на самом деле вот эта банка стоит там где-то 450 рублей, а эту я нашла за 200 рублей, поэтому в два раза дешевле, и можно с такой крышечкой попользоваться. На самом деле я была удивлена, что вообще у нас такие банки продаются, в принципе, в таком хозяйственном магазине, в котором никогда не было чего-нибудь такого супермодного и популярного. Кстати, у тех баночек, которые заказала с Алиэкспресс, есть еще одна крышечка, которая же без отверстия. Ну, допустим, у вас остался напиток, вы его хотите поставить в холодильник, и чтобы ничего уж точно не проливалось и было герметично закрыто, есть другая крышка, которая полностью сплошная здесь. Следующая вещь, которую я вам покажу, мне кажется, не приобрел себе просто ленивый, потому что эти банки тоже какое-то время постоянно майковали в Инстаграме, на Ютубе и так далее. Вот так она выглядит. Это My Bottle, бутылочка, чтобы с собой носить какие-то напитки. Это у меня новая, еще не открытая, я тоже их покупала две штуки, одну я использовала очень активно с собой, допустим, на работу можно брать воду, можно брать, в принципе, любой напиток, который вы хотите, но я чаще всего брала воду и добавляла туда лимон. Очень здесь удобная вот эта вот перегородка, то есть у вас не будет выливаться жидкость, и, в принципе, с этой баночки удобно пить какие-то напитки, ничего не проливается, никакого дискомфорта нет. Ну и бонусом идет вот такой вот милый мешочек, в который вы можете положить свою баночку. Следующим милым приобретением был вот такой вот контейнер, но так как у нее настолько милый вид, я ее храню у себя на полочке, где у меня стоят какие-то декоративные элементы, и в ней я храню свои украшения. Вот так вот все это выглядит, да. Как видите, здесь есть перегородка, то есть вы можете там взять отдельно горячий, отдельно салат, у вас продукты не перемешаются, но пока я храню здесь свои украшения. Она очень мило, нежно смотрится. Также для кухни у меня есть такой интересный гаджет. Это крышка для винных бутылок. Чем ее удобство? То есть, когда вы одеваете крышку на бутылку, она защелкивается и плотно держится на самой бутылке. Таким образом, у вас не выветривается напиток, он герметично закрыт, и не нужно засовывать обратно пробку в бутылку. Это очень удобная вещь и подходит на все стандартные винные бутылки. Еще один гаджет для кухни, который я использую, это вот такая вот пробка с узким носиком. Вообще, это такая барманская штучка, но я ее использую по-другому. Вот таким образом я ее одеваю на бутылку с оливковым маслом. Это очень удобно и экономит ваши продукты, масло. Вы не выливаете полбутылки сразу на сковородку. Можно дозированно добавлять, очень удобно в салаты добавлять. Поэтому для меня это такая классная находка и очень удобная вещь. Вот и все покупки, которые я вам хотела сегодня показать. Надеюсь, что рассказала вам сегодня о чем-то новом. Возможно, вы открыли какие-то для себя интересные штучки, которые можно заказать на Алиэкспресс. Также есть какие-то вещи, которые я заказывала на ebay. Все ссылки, как всегда, я оставлю внизу в инфобоксе. Делитесь своими интересными находками. Может быть, у вас тоже есть какие-то интересные приспособления для дома, для кухни, для быта. В общем, пишите все в комментариях. Спасибо, что были со мной. И пока-пока!